Химкомбинат номер 817 «Маяк» расположенный в городе Озерск, или же Челябинск-40, или же Челябинск-65. Широкую известность получил в СССР только в 1989 году. До этого про него знали лишь немногие, тем более про то, что произошло на данном комбинате 29 сентября 1957 года. Одна из самых больших ядерных катастроф в истории человечества. Если про события на 4-м энергоблоке на АЭС в Чернобыле 26 апреля 1986 года знает каждый школьник и житель страны, то про сентябрьские события 1957 года на секретном химкомбинате в Уральских горах известно лишь некоторым. С вами ВТЕХНО2 и мы вновь реконструируем события тех лет и расскажем о том, как это было на самом деле. Чернобыльская катастрофа у всех на слуху и совершенно обоснована. Авария на Чернобыльской АЭС действительно была беспрецедентной по своим масштабам и последствиям. Однако вплоть до совсем недавнего времени практически никто не знал, что почти за 30 лет до Чернобыльской эпопеи на территории СССР уже произошла сопоставимая по своему уровню и крупнейшая на тот момент в мире Кыштымская авария. К счастью, мир знает немного ядерных катастроф, но к несчастью, большое количество самых тяжелых аварий на ядерных объектах произошло в нашей стране в бытности ее Советским Союзом. Среди всех этих аварий особое место занимает взрыв на заводе «Маяк», прогремевший вечером 29 сентября 1957 года. Этот взрыв был химическим, но последствия он имел едва ли меньшее, чем ядерный. Информацию о взрыве на химкомбинате «Маяк» в городе Челябинск-40, ныне Озерске, рассекретили лишь при Крабачеве, ведь рвануло там, где делали атомные бомбы. Даже название «Челябинск-40» официально не существовало. Ближайший к месту аварии населенный пункт – город Кыштым. Поэтому катастрофу на «Маяке» стали называть «Кыштымской аварией». После окончания Второй мировой войны в СССР, в Уральских горах, на расстоянии около 100 километров от Челябинска, начали строить химическое производство. Завод получил название «Маяк». Возводился комбинат и его город-спутник обычными советскими средствами и методами, практиковавшимися в те годы. Научным руководителем проекта был Игорь Васильевич Курчатов, позже известный как отец советской ядерной бомбы. Причины трагедии можно перечислять, начиная с самой задумки строительства завода. Основной мотивацией правительства по созданию «Маяка» была гонка вооружений. Американцы уже показали силу в Хиросиме и инвестировали огромные суммы в ядерную промышленность. СССР отставать не хотелось. И Сталин буквально требовала от ученых ядерного оружия, чтобы иметь достойный ответ на международной арене. Уже позже обнаружилось, что на объекте не хватало дозиметров и спецодежды, а практически все оборудование для работы перешло из химпрома. В то время других вариантов не было. Увы, атом нуждался в особой технике. Радиация нещадно губила приборы и технические механизмы. До начала строительства атомных бомб необходимо было создать с нуля химическую промышленность, воспитать целое поколение ученых и, естественно, предоставить им место для работы и опытов. Таким местом стал завод «Маяк». Именно на нем лучшие умы начали проектировать начинку для ядерного оружия. В процессе работ по изготовлению атомного оружия не заботились ни об окружающей среде, ни о здоровье людей. Для изготовления заряда для бомбы был запущен данный химический завод, где не только получали уран и плутоний, но и огромное количество жидких и твердых ядерных отходов, возникавших при выделении ядерных элементов. В этих отходах содержалось огромное количество радиоактивных отстатков цезия, урана, стронция, плутония и других элементов. Изначально весь цикл производства был одноконтурным, то есть все отходы и охлаждающие жидкости после производственного цикла сливались прямо в окружающую среду, в речку Теча, рядом с заводом. После участившихся случаев смерти и болезни людей в прилегающих регионах было решено изменить политику завода и выливать в реку только отходы с низкой радиационной активностью. Взрыв в 1957 году произошел из-за несовершенства техники. Отходы с низкой радиоактивностью сливали в воду, однако отходы с высокой радиоактивностью помещали в специальные бетонные банки вечного хранения, где материалы должны были находиться до полной деактивации. Несовершенными были технологии, связанные с ядерными элементами. Так в процессе производства использовались обычные войлочные сальники в вентилях, которые постоянно протекали и разъедались от радиоактивных веществ. Применялось обычное стекло для контрольных линз, которые лопались при контакте с активными веществами. О здоровье постоянных работников также не сильно беспокоились, так как влияние радиации было еще не до конца известно в те годы. Особенно ее влияние в долгосрочной перспективе. Основная причина аварии на производственном объединении «Маяк» — выход из строя системы охлаждения емкости для хранения высокоактивных ядерных отходов. Из-за перегрева произошел взрыв, который привел к выбросу в атмосферу большого количества, порядка 70-80 тонн радиоактивных веществ. Однако истинные причины катастрофы лежат несколько глубже, а не чисто химические. Отказ системы охлаждения вызван коррозией ее компонентов, в первую очередь средств контроля. А взрыв произошел в результате бурной химической реакции между нитратно-ацетатными соединениями плутония. Реакция этих соединений носит взрывной характер только при высокой температуре и давлении. Тем самым химически агрессивная среда — горячие ядерные отходы — вызвала преждевременную коррозию компонентов системы охлаждения, которая вышла из строя. Из-за неконтролируемого нагрева соединения плутония вступили в реакцию. В итоге мощный взрыв и звание одной из крупнейших радиационных техногенных катастроф. Существует и другая версия катастрофы. В соответствии с ней сотрудники комбината по ошибке добавили раствор оксалата плутония в бак-испаритель с горячим раствором нитрата плутония. Химическая реакция окисления выделила огромное количество энергии, что и привело к перегреву и последующему взрыву. Из материалов расследования официальная причина аварии звучит так. Нарушение системы охлаждения вследствие коррозии и выхода из строя средств контроля в одной из емкостей хранилища радиоактивных отходов объемом 300 кубических метров обусловило саморазогрев хранившихся там 70-80 тонн высокоактивных отходов, преимущественно в форме нитратно-ацетатных соединений, испарение воды, осушение остатка и разогрев его до температуры 330-350 градусов привели 29 сентября 1957 года в 16 часов по местному времени к взрыву содержимого емкости. Мощность взрыва подобного взрыву порохового заряда. Оценена в 70-100 тонн тринитротулуола. Независимого расследования аварии не проведено до настоящего времени, и некоторые ученые считают, что на комбинате произошел именно ядерный взрыв в результате самопроизвольной реакции. До сих пор не опубликованы технические и химические отчеты расследований данной аварии. Взорвавшаяся емкость с отходами располагалась в специальном рве глубиной более 8 метров, где всего было 20 таких емкостей. Емкость была разрушена. Бетонное перекрытие толщиной в 1 метр и весом около 160 тонн, располагавшееся над данным рвом, было отброшено в сторону на 25 метров. При разрыве бака в атмосферу попало чуть больше 20 миллионов кюри радиоактивных веществ, часть из которых образовало аэрозольное облако, которое выпало в виде осадков на территории в 300-400 километров севернее от места аварии. В международной шкале ядерных испытаний аварии на заводе «Маяк» приписали 6 баллов из 7 возможных. Чернобыльская авария и взрыв на Фукусиме оценены именно в 7 возможных баллов. Территория, на которой выпали радиоактивные осадки, позже будет названа ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след. А основная загрязненная часть в 700 квадратных километров получит статус Восточно-Уральского государственного заповедника. Со 2 октября начала работу специально созданная комиссия по изучению причин аварии. Однако лишь 6 октября на седьмые сутки после аварии началась эвакуация людей с наиболее пострадавшей от радиоактивного загрязнения территорией. В последующие несколько дней было эвакуировано несколько тысяч человек, а пострадавшие деревни подверглись уничтожению. Для ликвидации последствий аварии, фактически для того, чтобы водой смыть радиоактивные вещества, на промышленных площадках химкомбината «Маяк» потребовались усилия сотен тысяч человек. Военнослужащие и гражданские были направлены на ликвидацию аварии. Им запрещалось рассказывать о том, где они были. Их также не предупреждали, куда они едут. Уже в первые дни число погибших исчислялось сотнями. Облако радиоактивных отходов, выброшенных взрывом в атмосферу, накрыло территорию площадью порядка 23 тысяч квадратных километров. На этой территории находились 217 населенных пунктов, включая город Каменск-Уральский, с общей численностью населения около 272 тысяч человек. Информацию про катастрофу скрыли от населения страны. Применялись даже специальные меры по дезинформированию населения. Рассказывали про отблеск особенного полярного сияния. Искаженные факты об аварии постоянно описывались в западной прессе и других источниках, так как доподлинно никому не было известно о реальных фактах о данной катастрофе. Широкой общественной массе о ней стало известно лишь в самом конце, в 1980-х годах. Первое упоминание о Кыштымской аварии появилось в фильмах Елены Саканян, где рассказывается о советском биологе и генетике Николая Тимофея Вересовском. Показ на телевидении был получен только после прямого запроса режиссера к Борису Ельцину. Уже после Чернобыльской аварии о маяке разрешили говорить. Всплыли подробности взрыва 1957 года. И оказалось, что после аварии на комбинате над маяком стоял столб дыма и пыли. Всего через несколько часов после чрезвычайной ситуации он начал мерцать разными цветами. Люди думали, что это северное сияние. А газета «Челябинские рабочие» выпустили заметку, в которой не было ни слова про аварию. В общей сложности во время работ на маяке так или иначе пострадали 250 тысяч ликвидаторов. В память о них поставили памятник в городе Кыштым. А с вами был ВТЕХНО2. Всего вам доброго. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова